всем привет рыбаки сегодня хочу поделиться на своем канале с вами таким видео скажем так более эффективной насадкой более вкусной для рыбы более сладкой насадкой я буду использовать опарыша и сейчас я хочу показать вам что можно сделать из этой насадки чтобы она была более сладкая более вкусная для рыбы ну что поехали итак друзья в первую очередь мне понадобится емкость куда буду пересыпать опарыша своего берем емкость второе мне понадобится такой кокос обычный кокос продается в любых магазинах кокос я буду использовать за место опилок это будут мои опилки скажем так только более вкусные сладкие будут и высыпаем все в баночку ну не прям все то есть примерно на глаз как бы высыпаем чтобы опарыш также поместился в баночку не только кокос был банки вот так вот половину примерно я высыпал вот это будут его опилки такое количество так далее я набрал стакан от воды теплой воды набрал воды я примерно рюмку набрал в воде сейчас буду растворять размешивать сгущенку вот молоко обычная сгущенка так и сгущенки добавляю на глаз как бы добавляю пускай маленьких ложки ложки две примерно вот так вот чтобы наши опилки были более сладкими так после ложка я все это размешиваю растворяю в теплой водички чтобы получилось молочко сладкое присладкое молочко все растворилось все так далее берем опилки и опилки теперь будем смачивать вот этим вот молочком но опилки нужно смачивать не сразу все вылить а выливать постепенно то есть чуть-чуть вылили перемешали опилки главное чтобы в опилках не было но не ставила лужи этого молока скажем так так как опарышу это не нравится когда очень много воды они должны быть слегка увлажненные наши опилки кокос смочить их и уже после размешивать и постепенно еще добавлять в общем начнем так вот по чуть выливаю раз и все ложкой помешиваем главное чтобы много воды не было иначе опарышу это не понравится и он будет лезть наружу он будет сверху опилок весь он то есть можно сказать так ну не будет питаться ими то есть в итоге как бы на рыбалку вы приедете опарыша уже и не будет можно так сказать ну вот поэтому они должны быть слегка влажные и опарышу это понравится он в них будет зарываться уже они уже в принципе влажные ну я добавлю еще местами от сухова то есть добавлю еще совсем чуть-чуть нас также перемешиваемся это даже не страшно если будет много молочка вы добавите то можно также добавить стружки кокосово еще как бы чтобы убрать водичку скажем так вот на данный момент у меня лужи не образовываются здесь это хорошо так но в принципе я размешал можно садить нашего опарыша и уже смотреть на его реакцию то есть понравится ему наши опилки либо нет если нет соответственно добавляем еще кокоса и делаем более ну как бы сухую более сухие опилки вот опарыш тут немного в нем опилок есть как бы я вместе с этими опилками прям сюда свои опилки и буду все это опускать в общем добавляем опарыша и смотрим на его реакцию это если он начинает ползти и зарываться да то это уже это большой плюс это значит вы сделали правильно свою прикормку для опарыша скажем так как вы видите он зарывается соответственно ему это нравится и на рыбалке когда вы приедете на рыбалку то есть можете сделать это перед самой рыбалкой перед тем как ехать уже на рыбалку либо можете сделать это заранее то есть за день за два за три там главное хранить опарыша то есть холодильники да там где прохладно скажем так главное его в этих местах и хранить ему и он не пропадет то есть он не помрет да там он будет жить и на рыбалку приедете уже у вас опарыш и он за это время он как бы носим можно так сказать пропитается нашими опилками сладкими и будут уже более такой светлее наверное станет и и более слаще сладкий будет я думаю рыбке он понравится вот как вы видите он зарывается он то есть наверху не стоит не вылезает не пытается вылезти из банки вот в общем пробуйте ребятки делайте ничего сложного опять же повторюсь в моих видео что я снимаю показываю ничего сложного в приготовлении нету в приготовлении гипов вот насадки то есть ликвидов и так далее ничего сложного нету поэтому друзья пробуйте экспериментируйте делайте и все у вас обязательно получится и я уверен что вот эта вот насадка понравится рыбки намного больше чем обычная парыш с магазином и берем мы немного добавили сладости в него он сейчас все это попробуют наестся станет слаще и рыбе обязательно понравится так что друзья кому понравилось это видео ставьте пальцы вверх обязательно подписывайтесь также на мой канал если вы еще не подписаны также пишите комментарии как вам вот такая вот насадка то есть как вам такой опарыш скажем тогда понравился не понравился может быть вы уже пробовали вловить на такого опарыша может уже сами такое делали пишите в комментариях буду интересно почитать ваши комментарии также ответить на все ваши комментарии я всегда отвечаю на все комментарии друзья в общем рыбаки всем на рыбалочка как обычно по традиции ни хвоста ни чешуи ну и все друзья всем пока и до следующих видео и и